Дорогие друзья, здравствуйте! 2 июля 2020 года у нас на календаре. Портал Prean.ru продолжает серию вебинаров о ключевых вопросах рынка зарубежной недвижимости. Два месяца, три месяца, с середины марта по середину июня мы больше говорили о том, что будет в будущем, после того, как медицинские показатели по всему миру начнут как-то приходить в норму. Ну и такая массовая кризисная истерия закончится. Глобально, может быть, она и не закончилась, но локально кое-где уже вполне. И настало время говорить о конкретных решениях, о том, к чему мы, собственно, пришли, как сейчас себя ведут рынки. Делать прогнозы на будущее, но мы все равно, видимо, без них не обойдемся, но, тем не менее, делать прогнозы надо всегда с большой осторожностью, потому что мало кто знает, как дальше поведут себя даже не рынки, а вот эти внешние факторы, которые на рынке влияют. Но, тем не менее, есть вещи стабильные, есть ценности стабильные, и сегодня мы будем говорить, начнем говорить о рынках коммерческой недвижимости в разных странах Европы. Среди многих стереотипов, которые существуют в сфере недвижимости, один из них, что коммерческая недвижимость может быть не столь доходна, но зато более стабильна. И посмотрим, а к чему, собственно, пришли три совершенно разных рынка, рынки Словении, рынки Испании, рынки Греции. Не жилье, а именно коммерческая недвижимость. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Приан.ру. Мой первый собеседник Александр Тонко, представитель компании Future Real Estate Century 21, наш частый гость на вебинарах. Саша, привет. Приветствую. Давай сразу начнем. Еще раз напоминаю, что у нас есть чат, вы можете в чате задавать вопросы свои. Ну, а первый мой вопрос, ну так, общий, глобальные изменения на рынке коммерческой недвижимости Словении. Произошли они или нет, и если да, то в чем они заключаются? Пожалуйста. Да, спасибо, Филипп. На сегодняшний момент каких-то глобальных изменений на рынке коммерческой недвижимости мы не заметили. Опять же, мы говорим в основном про торговые недвижимости, именно про торговый ритейл. В этом сегменте каких-то больших колебаний, изменений не наступило. По хорошему счету, период, на который были магазины в Словении закрыты, это был период порядка где-то, ну, месяц-полтора, да, но после чего очень динамично начало все развиваться после того, как сняли карантинные ограничения, и многие ритейлеры уже, в принципе, на рынке Словении вышли на тот же самый оборот. То есть вот мы сейчас со многими компаниями общались, то есть вот ровно сейчас прошло, грубо говоря, полгода, да, то есть и за тот период, когда они месяц-полтора у них был, естественно, убыток, но многие арендатели пошли навстречу, компании получили определенные финансовые помощи стороны государства, и вот этот накопленный спрос, который был за период карантина, естественно, показал хороший результат, и, по сути дела, сегодня, на сегодняшний день компании не находятся таких больших, ну, не так много, скажем так, потеряли в итоге, да, то есть опять же это мы говорим про торговую недвижимость. Конечно, если мы ведем речь о офисной недвижимости, то здесь больше всего, конечно, просел сегмент маленьких небольших офисов, где сидели, работали маленькие небольшие компании, то есть вот этот сегмент, он почувствовал определенный удар, как, в принципе, и отельный бизнес, но и то отельный бизнес именно такого семейного формата, то есть мы ведем речь о каких-то маленьких небольших отелях, которые в основном жили за счет иностранных туристов и которые не попали под какие-то большие государственные финансовые поддержки, да. Хорошо, вот если мы говорим о вакантных предложениях, появились ли, например, вот есть ли какой-то сегмент, который сейчас в дефиците, например, ну, ты сказал о ритейле, если мы говорим глобальный ритейл, все понятно, ну, в конце концов, огромное количество маленьких магазинчиков в центре городов, который, арендатор, который был совсем не сетевой, каково положение сейчас в этом сегменте? На самом деле, если мы ведем речь о каких-то топовых проходных зонах, то эти точки многие арендаторы не хотели терять, поэтому даже если у них были, ну, скажем так, финансовые определенные трудности, они за эти точки держались. Понятно, что, я бы сказал так, пока еще очень рано говорить о том, что появилось на рынке большое количество такого рода объектов, но что я могу заметить, это то, что вот те крупные сетевые магазины, с которыми мы работаем, наоборот, они сейчас начали заново выстраивать стратегию по дальнейшему развитию, то есть мы ожидаем, что до конца года многие магазины возьмут паузу, посмотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Европе, да, то есть как будут вести себя ставки и прочие показатели, но на сегодняшний момент со многими компаниями мы уже встретились, пообщались, и многие компании начали дальше выстраивать стратегию по дальнейшему развитию, особенно продуктовые магазины, которые не закрывались на период карантина, то есть мы с ними в хороших взаимоотношениях, и, по сути дела, в том числе наша компания владеет тоже несколькими такими объектами, и мы получили стопроцентную оплату аренды, есть такие же магазины сегмента дроггерей, это парфюмерные магазины, это аптеки, которые тоже не закрывались на период коронавируса, но то, что мы сейчас замечаем, это основная тенденция переходит в сегмент магазинов, которые имеют уличные входы, потому что именно вот эти помещения стали пользоваться особым спросом, так что, отвечая, Филипп, на твой вопрос, может быть, к нему, если мы вернемся, то я бы не сказал, что на сегодняшний момент есть какой-то всплеск большого количества объектов перед чередой банкротств, потому что все-таки нельзя забывать то, что Словения достаточно неплохо финансово поддержала даже малый бизнес, то есть, по сути дела, все заработные платы были оплачены со стороны государства 80%, государство перенесло налоги на 24 месяца, НДС, налог на прибыль, предоплату налога на прибыль. Сейчас государство неплохо стимулировало и туристический бизнес, то есть, выдало каждому гражданину Словении по 200 евро туристических бонов, то есть, в принципе, государство поступило достаточно мудро, и поэтому именно какого-то большого убытка именно в сегменте даже малого ритейла мы, по крайней мере, не замечаем. Окей. Ты сказал про офисы, сказал про крупный ритейл, сказал про мелкий ритейл, рестораны, сувенирные магазины. Вот взаимоотношения арендатора и арендодателя сейчас какое? То есть, соответственно, можно ли сейчас… Вот показал ли этот кризис, что быть собственником такого магазина рискованно или, наоборот, не рискованно? Я бы сказал, что больших рисков нет, потому что очень много объектов, количество объектов имеют банковское финансирование. Банки в этом случае пошли на уступки и также до 24 месяцев разбили платежи по кредитам, то есть перенесли оплату по кредитам, перенесли оплату по процентам. Естественно, для тех компаний, которые нуждаются в такой помощи. И, по сути дела, с большинством магазинов самые-таки жесткие условия, которые мы согласовывали, потому что мы, помимо того, что продаем недвижимость, ее строим, мы также и управляем. Максимальные условия, которые мы давали, это 3 месяца мы дисконтировали 50% аренды. То есть, по сути дела, все коммунальные платежи оплачивает арендатор, все текущие расходы оплачивает арендатор, а арендатора мы просто продисконтировали 3 месяца по 50%. Под условием того, что все открытые платежи они сразу закроют, и все компании, практически 99% компаний пошли на эти условия. Ну, то есть, к такому решению вы пришли, потому что увидели, что по большому счету никаких особых страданий подавляющее большинство арендаторов не испытывает. Ну, какое-то время у них история съежилась, а сейчас все опять хорошо. Однозначно. То есть, у нас статистика следующая. Где-то, если мы ведем речь, понятно, продуктовый ритейл, дроггер и магазин, они оплатили 100% аренды. Если мы ведем речь о 100% арендаторов, которые попали под санкционные меры, то есть, они должны были быть закрыты, то есть, они не могли работать, у них не было онлайн-продаж и так далее, то где-то в 20-30% случаев арендаторы все равно, несмотря ни на что, оплатили 100% аренды. Потом где-то компаний 30% мы дали дисконт на полтора месяца, только на период закрытия мы дали 50% дисконт. И части компаний, то есть, где-то тоже третья, мы дали дисконт от двух до трех месяцев 50% с целью поддержать, но очень важный аспект, эти арендаторы продлили контракты минимум на полгода-год без возможности отказа. То есть, если у нас еще договор был в силе, например, 3 года без возможности отказа, арендатор, учитывая то, что мы дали ему скидку, еще нам практически на год продлил срок, по которому он не может договор разорвать. То есть, здесь самым главным аспектом является качественно составленная договора. И плюс, конечно, играет нам на руку то, что в Словении нет законодательства, которое бы регулировало ситуации, связанные с высшей силой, как война, коронавирус. То есть, например, в Австрии есть такие законы, и они стоят выше, чем сам договор аренды. В нашем же случае, конечно, мы не имеем законодательства, которое бы это жестко регулировало, поэтому в связи с этим все ссылались на договор, а понятно, пока таких прецедентов еще не было, да, то есть в новейшей истории. Хорошо, давайте посмотрим на рынок глазами человека, который до настоящего момента еще не выступал ни на стороне арендатора, ни на стороне арендодателя. Если мы говорим о крупном ритейле, это понятная история, а если мы говорим о чем-то некрупном, можно ли сейчас найти предложения, которых не было, скажем, 2-3 месяца назад, стоит ли вообще их искать, то есть стоит ли играть в эти игры, можно ли найти какие-то объекты небольшие по площади, что они должны, какие требования надо предъявлять к объекту, к потенциальному арендатору и вообще к потенциальной схеме взаимодействия в данном случае? Однозначно я бы предложил рассмотреть магазины из группы продуктов, которые не попали в сокращение по ограничению, связанному с коронавирусом. То есть это вот мы позже посмотрим один объект, который мы предлагаем, несколько объектов. Это магазины формата дроггери, это продуктовые магазины. Конечно, я всегда рекомендую рассматривать людям именно проекты с новыми договорами аренды. Мы, собственно говоря, такие проекты и предлагаем. Это основное, то есть основополагающее. Вот у нас как раз тоже есть сейчас такой очень хороший пример, вот когда многие спрашивают, хорошо, а вот сейчас коронавирус, дисконты, давайте, где хорошие цены, где выгодные предложения. Понятно, многие люди не совсем понимают, что это не финансовый кризис. То есть мы ведем речь о том, что было закрытое, государство поддержало, то есть ни в один финансовый кризис государство так не поддерживало население, как поддерживало вот его сейчас период закрытия коронавируса. И мы все равно заметили, что у людей-то деньги остались. То есть люди все равно, когда магазины все открылись, ринулись покупать, скупать продукты, очереди в магазинах были и так далее. Но однозначно, то есть поэтому каких-то офферов, где вы придете и увидите минус 30%, да, такие офферы возможно будут, но это будет в основном сегмент туристического бизнеса, да, то есть который больше всего пострадал, особенно если ситуация с коронавирусом еще будет дальше усугубляться, да, то есть в мире. Это, возможно, будут какие-то объекты на периферии офисные, то есть даже не столица и не крупные города, а объекты на периферии. Но где можно получить хорошую выгоду, я вам проведу пример. Мы вот на сегодняшний момент делаем достройку объекта в городе Марьбар, да, то есть мы делаем достройку порядка 900 квадратных метров. И у нас получилось так, что мы объект наполняли в период коронавируса, то есть мы подписали договора с арендаторами тогда, когда была самая худшая ситуация, то есть у нас, скажем так, уже был подписан контракт со строительной компанией, и мы начали согласовывать договора с арендатором. И мы некоторым арендаторам, чтобы с ними более оперативно подписать договора, им давали более выгодные ставки по аренде, то есть если, например, в среднем ставка у нас 10 евро, мы сдавали ее, например, по 9 евро. То есть мы изначально подписываем договора таким образом, что есть договора долгосрочные порядка пяти лет, но, например, конкретно вот в Марьбаре у нас сейчас есть два помещения, где договор с 12-месячным сроком отказа. Поэтому, грубо говоря, по сечению года эту аренду можно увеличить, опять же, до уровня рыночной. То есть мы можем показать конкретно на этом же самом объекте, который уже построен, что у нас ставка, например, там 10-12, на достройке на новой части у нас там аренда 9-10 евро. То есть здесь человек понимает, что он покупает цену квадратного метра, что и ранее, но у него, по сути дела, ставка по… Даже, извини, немножко неверно сказал. Мы по итогу этот объект отдаем по более вакантной цене с тем, что человек имеет хороший потенциал на поднятие самой аренды и увеличение самой окупаемости. Понятно, это может быть больше исключение из права, потому что мы также не входили в большое количество объектов в такого формате, когда был кризис, да, то есть вот этот коронавирус связанный. Но по хорошему счету такие объекты есть, то есть все равно, несмотря на… А что это за объекты? Вот еще разочек. Ты сказал, это торговый центр, отдельные помещения в торговом центре? Да, смотри, есть существующий, действующий торговый центр, мы к нему делаем пристройку. То есть стройка имеет отдельный вход. Это вот то, что как раз я до этого сказал, что эти помещения сейчас самые вакантные в связи с тем, что они имеют уличный вход. И даже вот когда, например, снимались ограничения по коронавирусу, первыми открывали магазины, которые имели свой отдельный уличный вход, а не вход в торговом центре, да. Ну вот, и на этой части конкретной достройки мы дали цену по аренде от 10 до 20% ниже. И это был такой, скажем так, именно нонсенс, потому что мы стояли перед выбором либо сейчас затягивать процедуру по постройке, либо за счет коронавируса получить более выгодные условия по постройке объекта, ну и тем самым дав более выгодные условия самому арендатору. То есть понятно, что сейчас мы уже таких дисконтов не даем на аренду, потому что уже ситуация с коронавирусом немножко успокоилась, уже сетевики дальше продолжают, скажем так, подписывать новые договора, входить в новые точки. Но такого рода объекты тоже можно встретить. Понятно, таких объектов будет не очень много, но такие объекты тоже есть. Поэтому, скажем так, может быть на первоначальном этапе человек не видит большого кого-то дисконта, но он понимает, что настолько выгодные условия по аренде, что даже отработав на этой точке арендатора год, два, три, и когда вы ему предлагаете, что хорошо, давайте либо мы заменим арендатора, либо мы увеличим аренду, что многие арендаторы пойдут на такие договоренности, и это тоже такой хороший вариант, как можно увеличить доходность на самом объекте. Что это за арендаторы? Где сейчас ищутся? Это те люди, с которыми вы работали уже довольно давно, или тем более, если мы говорим о каких-то небольших точках, когда там нет какой-то крупной компании? Где вы их сейчас ищете? Со стороны потенциальных арендаторов, насколько сейчас высока активность? Сложнее ли стало найти? Смотрите, конечно, чем крупнее компания, тем тяжелее процессы идут в этих структурах. То есть я приведу конкретный пример. Мы, например, общались с компанией Tadis, с компанией Kix, с некоторыми другими сетевиками. Изначально у них была политика, что до месяца октября у них вся политика по экспансии, по развитию стоит. Увидев то, что магазины открылись, началась работа, началось движение, в принципе, они уже с 1 июня, они уже начали согласовать, подписывать новые договора. Вот буквально на следующую неделю у нас как раз несколько подписаний новых договоров аренды. Поэтому я бы сказал так, что понятно, что арендаторы начали сейчас более внимательно относиться к новым точкам, то есть все равно дополнительно все перепроверять. Но все равно те же самые компании, с которыми мы работали, они понимают, что да, есть сейчас кризис, связанный с коронавирусом, но он не продлится вечно, а развиваться им нужно. То есть в связи с этим я бы сказал так, что 90% компаний, с сетевиков, с которыми мы работали, они точно так же продолжают работать и подписывать новые договора. Скажи, я вот тот пример, что ты привел. Просто вот магазины, которые сказали, что мы не будем ничего делать до осени, допустим, они просто на вот несколько месяцев поставили активность на паузу. То есть вот они знали, в каких точках они хотят, но просто сказали, подождем немножко. Или вот эти точки возникли просто буквально сейчас, в последнее время, они сказали, о, нет, вот раз такая точка, мы придем на нее. Да, именно так, вот это вот то, что ты сказал, что если мы предлагаем точкой, она вакантная для них, они на нее смотрят, то есть вот разница в чем заключается. Вот мы, например, когда город в проекте Марьбер наполняли, мы его наполняли, по сути, мы подписывали договора в апреле, в мае, когда новостные порталы пестрели новостями, что закрытие, что до конца года этот карантин продлится, то есть и так далее, и так далее. И понятно, у всех была полная паника. Да, то есть и мы, опять же, старались сажать именно таких арендаторов, да, то есть которые все равно были бы компатабильны, то есть в плане даже коронавируса. Поэтому мы немножко нашу модель работы поменяли. Но сейчас, вот как я вот, например, смотрю, вот мы предлагаем новым арендаторам, ребята, вот новая точка, посмотрите, подумайте. И, например, если я вот, например, вижу реакцию, что сиделик начинает думать, смотреть, говорит, ну мы посмотрим, я говорю, ну без проблем, но мы предлагаем всем, поэтому кто будет первый, тот эту точку и займет. И несмотря даже на какие-то внутренние, может быть, опасения, что ситуация с коронавирусом может повторить, они идут в подписание договоров, да, то есть, но здесь, опять же, самое важное – это комплексность подхода к арендаторам. То есть мы всегда работаем с ними как с долгосрочными партнерами. Почему, собственно говоря, мы и советовали нашим клиентам, нашим партнерам на какой-то период дать, может быть, дисконт, даже там, где он был, не совсем, может быть, и нужен, но чтобы сохранить хорошее взаимоотношение и у арендатора, и у арендодателя, да, то есть потому что всегда может произойти ситуация и обратно, когда нам что-то будет нужно от арендатора, да, то есть, и поэтому здесь всегда вот мы работаем, стараемся долгосрочно устраивать взаимоотношения, и это, я считаю, залогом именно успеха работы с такими компаниями. Перед тем, как перейти к конкретным примерам, я попрошу в чате опубликовать контакты компании Future Real Estate и ссылку на наш проект, который мы сейчас делаем с компанией Future Real Estate Century 21, это наш видеопроект, посвященный как раз в большей степени коммерческой недвижимости, разным сегментам, пока вышло только две серии, в итоге их будет восемь, но как раз, собственно, про ритейл мы проговорили уже довольно ярко. Ну, а, Саш, давай мы тогда посмотрим конкретные примеры по Словении. Итак, проект, мы касались частично его в одном из наших предыдущих вебинаров, давай несколько слов об этом. Что это, где это, где написано в Любляне, несколько слов, пожалуйста. Любляна, да, речь идет о новом строящемся проекте, то есть уже практически возведена сама строительная коробка по самому объекту, и мы на сегодняшний момент, помимо квартиры в этом объекте, мы предлагаем еще несколько коммерческих торговых помещений на первом этаже данного комплекса. Пока мы предложили три самых интересных помещения, два помещения по 161 квадратному метру, с тем, что здесь речь идет о том, что 160 квартир в самом доме, в соседних домах уже построено 4 таких же комплекса, то есть, по сути дела, каждый комплекс имеет тоже где-то по 160 квартир, то есть речь идет о очень перспективном, хорошем районе города, то есть, который сейчас активно застраивается. И вот если мы посмотрим, одно из этих помещений, 253 квадратных метра, мы сейчас ведем переговоры с продуктовым магазином, который хочет взять эту точку, открыть там магазин продуктовый, и два помещения по 160 метров, в одно помещение мы уже согласовали, что садится компания Дрогер и магазин, и еще одно помещение, пока еще мы не определились, кого мы туда посадим, но мы будем исходить из того, когда подпишется продуктовый магазин, я думаю, что остальные две точки тоже будут оперативно наполнены. Цена на квадратный метр не самая дешевая, но, опять же, мы должны понимать, что это Люблян, это столица, это абсолютно новый дом, да, то есть мы должны понимать, что в ближайших 10-15 лет никаких инвестиций в помещение будет делать не нужно, и это уже цена продажи с полной отделкой и с подписанным договором аренды, да, то есть это такой хороший горячий проект, может быть, это, кстати, будет интересно покупателям, так как срок сдачи объекта – это середина 2021 года, то вы сейчас, определившись с помещением, увидев все документы, проверив частоту сделки, можете подписать предварительный договор, заплатить 10% задаток и подождать, когда объект будет сдан, когда объект будет сдан, тогда только делается полностью оплата остатка, если есть необходимость получения банковского финансирования, с ним мы можем также помочь. Ты сказал, что вы не определились с арендаторами там еще в двух магазинах, ну, кроме общего представления о том, что Любляна – это столица, что там дом новый и так далее, что, на чем зиждется твоя уверенность, что, в общем, арендатор так или иначе найдется, и что делать, если он вдруг не найдется, или история будет, ну, там, задержкой, там, за еще пару лет? Ну, Филипп, однозначно, смотри, я предполагаю, что в течение месяца договора аренды должны быть подписаны, мы исходим из этого в связи с тем, что со всеми арендаторами мы работаем долгосрочно, поэтому мы уже провели предварительную работу, и уже, например, на продуктовый магазин у нас уже есть две компании, которые заинтересованы сесть на эту точку, да, то есть поэтому в любом случае к моменту, когда клиент определится по поводу покупки, у нас уже договора аренды будут подписаны, скажем так, да, то есть уверенность, она исходит из того, что мы провели предварительный опрос с компанией, с которыми мы работаем, и они уже заочно предсредили интерес, да, то есть и, опять же, мы ведем речь не о каких-то маленьких карманных компаниях, да, то есть которые имеют несколько точек, мы ведем речь о сетевых магазинах, да, то есть и в любом случае продуктовому магазину это вакантно, так как, по сути дела, в ближайшем радиусе километра ни одного другого продуктового магазина нету, если мы ведем речь о том, что подписывается продуктовый магазин, то и остальные помещения также достаточно оперативно сдаются по нашему опыту, так как когда уже есть продуктовый сетевик, магнит, который притягивает трафик, то остальные площади также всегда достаточно оперативно сдаются. Я бы сказал так, что вот оставшиеся два помещения, это мы сейчас ведем переговоры по одному помещению с банком, то есть, по сути дела, здесь сейчас речь не идет о том, что мы ищем арендаторов, мы ведем речь о том, что есть список арендаторов, которые хотят туда сесть, и мы проводим переговоры, чтобы, во-первых, был интересный бренд-микс в самом объекте, то есть чтобы по итогу не получилось, что это будет 5 магазинов одинакового формата, а все-таки именно разный микс, потому что то, что нужно людям, которые живут в этом районе. То есть это продуктовый магазин однозначно, это магазин дроггери, то есть где продаются все товары для дома, это может быть какой-то банк, это может быть страховая компания. Поэтому, в принципе, список таких компаний у нас есть, и исходя из нашего опыта, наполнить это не проблематично. Опять же, Филипп из них перебьет, человек покупает объект с уже готовым договором аренды, то есть до момента, как он не увидит подписанный договор аренда, он ничего не подписывает и он никаких денег не платит. То есть это является гарантией для него. Смотри, но означает ли это, что вне зависимости от того, кто бы не заселился сюда, доходность, ты уже говоришь, сумма арендных платежей, она уже изначально проговаривается, и выбор не в том, какая будет сумма и кто заплатит больше, а выбор ваш в том, кто ценнее для этой точки с точки зрения общей концепции городской? Однозначно, потому что мы оценили, какова реальная стоимость аренда квадратного метра помещения, и исходя из этого, мы с арендаторами всегда ведем переговор о конкретике, что вот они условия, то есть мы понимаем, что, конечно, что есть определенные специфические арендаторы, но в среднем цена отделка квадратного метра по магазину более-менее похожа. То есть если мы понимаем, что мы выходим из бюджета, который у нас есть, то эти расходы несет на себе арендатор, потому что есть какая-то определенная специфика в связи с его работой, как, например, эта работа банка. То есть мы всегда говорим, вот мы уже несколько магазинов сдавали под банки, помещение сдавали под банки, и мы всегда говорили, что мы вам до такой суммы покрываем расходы, как собственник объекта, после этой суммы вы закрываетесь самостоятельно. И это абсолютно нормальная практика, потому что есть, опять же, сформированная цена квадратной ставки квадратного метра, и мы не хотим выбиваться из ее рамок, потому что иначе объект будет находиться не в рынке. То есть если ты объект, который стоит 12 евро квадратных метров, даже за 15, то есть да, окупаемость будет красива, но это будет не рыночная история. И давайте перейдем ко второму объекту по Словении, который у нас есть. Это уже объект другого рода, хотя цена, в общем, примерно похожа, но это не в... Это не Ампляна, это город Марибар, и это как раз тот объект, о котором я вам рассказывал. То есть, по сути дела, на картинке вы видите уже обновленную часть торгового центра, где сидит продуктовый магазин, оператор мобильной связи, магазин одежды Мана, магазин для дома Тедди, пиццерия. И как раз вот левее от этого главного входа как раз будет делаться достройка центра на 900 квадратных метров. И, по сути дела, речь идет о магазине Дроггери. То есть, это именно сегмент магазинов, который не закрывался на период пандемии. И вот конкретно в данном случае речь идет о том, что этому арендатору помещение было сдано за 8 евро квадратный метр, когда соседние помещения сдавались в среднем по 10 евро, то есть квадратный метр. И здесь, как конкретно, у человека есть очень хорошая возможность, во-первых, купить квадратный метр по достаточно хорошей адекватной цене, а во-вторых, у него есть хорошая перспектива на будущее через 5 лет, но в данном случае договор 5-5-летний, то есть неразрывной, через 5 лет эту ставку увеличить хотя бы на 20% как минимум. То есть я правильно понимаю, что вы снизили цену и для арендатора, и для потенциального будущего, собственно? Да, потому что в конкретном случае мы выбирали ждать и после этого сдавать дороже и строить дороже, потому что когда случилась ситуация с коронавирусом, с пандемией, естественно, также многие строительные компании, испугавшись данной ситуации, начали давать более вакантные цены на постройку самих объектов, и мы по итогу приняли решение, что лучше построить дешевле, проекты у нас все были готовы, то есть у нас даже получилось так, что из всех этих помещений у нас, например, несколько помещений еще попали до коронавируса, то есть мы их подписывали, у нас была ставка по 10 евро квадратный метр, но оставшуюся часть, потому что мы ее наполняли достаточно оперативно, мы дали более вакантные цены, и у нас буквально моментально в период, несмотря на то, что это была пандемия, это было, то есть у всех было очень пассивное настроение и очень было много негатива, несмотря на это все зацепили за цену и подписали такую выгонную вакантную цену. Окей. Ну и тогда в заключении нашей беседы, все-таки подводя некий итог, предположим, наш зритель не является сейчас ни арендатором, ни арендодателем в Словении, но задумывается о том, чтобы выйти, в частности, например, на славянский рынок. В чем сейчас для такого человека может быть возможность? На что ему надо посмотреть? Что надо учесть и куда, например, не лезть? Куда лезть, куда не лезть? Однозначно не лезть – это офисная недвижимость, однозначно не лезть, по моей оценке, это отельный бизнес, если только человек не рассматривает покупку такого объекта с целью спекуляции, то есть купить, подержать, потом его продать. То есть однозначно, понятно, что хотим мы, не хотим мы, но 20% ВВП Словении – это туризм. Туризм будет поддерживаться, туризм будет развиваться, но за счет такой ситуации на рынке можно получить какие-то более выгодные условия. Если человек рассматривает хороший, стабильный, пассивный доход, однозначно я советую рассматривать объекты такого формата, как мы сегодня предложили. Мы специально выбрали новые объекты, объекты, которые не нуждаются в никаком ремонте, где есть новые подписанные договора, и вы понимаете, что эти договора были подписаны осознанно арендаторами, даже несмотря на ситуацию, связанную с коронавирусом. Поэтому это, я считаю, одним из самых таких стабильных форматов вложений. Кроме того, банковское финансирование, которое также наши клиенты могут получить, является еще одним подтверждением того, что объекты ликвидны, и банк готов поддержать вас, а клиента, профинансировав данный объект, проверив все документы и убедившись в том, что проект на самом деле ликвидный. Ну что ж, дорогие друзья, Александр Тонко, представитель компании Future Real Estate и Century 21 Словения. Саша, спасибо большое. Встретимся и на страницах при Анру, и в нашем спецпроекте. Ну, контакты вот чуть выше коллеги видите. Если кто-то из зрителей захочет связаться, пожалуйста, вы можете напрямую позвонить или написать Александру и его коллегам, и, соответственно, обсудить возможности сотрудничества по тем или иным проектам. Александр, спасибо огромное. Большое спасибо. Всем хорошего дня. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова